Хорошо. Уважаемые коллеги, я рад всех приветствовать и поздравляю с открытием нашей конференции или нашего форума. В общем, у нас третий или четвертый форум. На многих из них раньше я выступал и приветствую всех, кто раньше бывал на них. И хочу, так сказать, рассказать о том новом взгляде, который появляется сейчас. Как вы знаете, раньше я занимался чистой защитой. Последние три года моя работа лежит в области тоже защиты, но только очень больших, я бы сказал, даже сверхбольших систем, насчитывающих сотни тысяч-миллионы пользователей. И поэтому, естественно, появляется новый взгляд и новые видения. Пожалуйста, следующий слайд сразу же. Вот это то, что мы видели на прошлый год, в прошлом году. И сразу же видно, что многое из этого устарело. Устарелая роль Академии наук и наши надежды на Академию наук, к сожалению, не оправдались. Поэтому вот сейчас мы не будем это обсуждать. А перейдем сразу же к другому слайду. Могу сказать только, что вот в результате этого обсуждения родилось то, что вот мы сейчас видим как новые условия. Вот новые условия. Первое, это внешнеполитическая обстановка. Она, конечно, сильно изменилась. Она принципиально, я бы сказал, изменилась. Все это прекрасно понимают. И это, вообще говоря, для нас очень, в некотором смысле, полезно. Но полезно, в первую очередь, для нашего сообщества, потому что появилось много аргументов в пользу необходимости защищенной системы. Единственное, что можно здесь сказать, и здесь не упомянут всем известный Снуден. В общем-то, мы его мало использовали для пропаганды необходимости развития нашего направления. И мне кажется, что если бы это происходило несколько раньше, выходков на 20, то после появления подобного факта были бы предприняты радикальные шаги по изменению положения в отрасли. К сожалению, сейчас этого не произошло, и я не совсем согласен с тем, кто открывал наш форум о том, что мы вышли на новую орбиту. Боюсь, что мы не вышли на новую орбиту, если мы даже не чуть-чуть приопустились. Только что мы, пожалуй, действительно находимся в новых условиях. Может быть, в результате этого же самого опускания, когда начинаются тормозящие эффекты. По второму тезису, я думаю, что никто не будет возражать. Это совершенно нам ясная вещь. По третьему тезису хочу сказать, что спектр вариантов действительно огромен. И теперь я в большей степени вижу, что это возможно и в гражданской сфере. И развитие андроида показывает, что это действительно так. И в то же время возникает такой вопрос. А почему же налоговая служба, где я сейчас работаю, она не применяет, так сказать, национальную программную платформу или открытое программное обеспечение? Я попытаюсь задать ответ на этот вопрос, но только чуть попозже. Ясно, что НПП должен быть проектом и деятельностью в масштабах всей страны, ни в коем случае ни одного ведомства. И опыт МСВС, печальный опыт, на мой взгляд, нам показывает, что это, увы, ах, так. Можно сказать так же, что вследствие развития той же самой андроидной платформы, в первую очередь, ну так же, или, ну, что происходит, увеличение числа специалистов, в этом смысле наша база увеличивается. Это для нас плюс. Пожалуйста, следующий слайд. Вот тут, значит, я хочу сказать, что мы опробовали на самом деле все организационные формы, на мой взгляд, которые бы можно было попробовать для развития направления национальной программной платформы. Первый пункт показал полную, к сожалению, неэффективность госуправления в этой сфере. И нынешняя роль и положение Минкомсвязи, которая на самом деле должна была бы проводить эту политику, всем это ярко иллюстрирует. Следующий тезис, тоже опробованный тезис, показавший, что, к сожалению, маленькие предприятия не могут справиться с той большой задачей, которую мы себе поставили. Частное государственное партнерство, к сожалению, на примере того же самого МСВС и на примере попытки работать с Министерством обороны показали, что тоже малоэффективны, по крайней мере, в исторической перспективе. Саморегулируемые организации также показали, что, к сожалению, это не очень эффективный буть, несмотря на то, что, например, я поддерживаю всяким образом создание подобного рода организаций как направление гражданского развития нашего общества. И, значит, ну у нас уже их больше трех, а толку, как говорится, извиняюсь, мало. Давайте следующий слайд. Что же нам необходимо для того, чтобы повысить эффективность этого проекта и вывести проект действительно на новую орбиту? Ну вот здесь изложены раз, два, три, четыре, значит, шесть тезисов, и по каждому из них я хочу пройтись. Первое – это перспективы устойчивого и независимого развития. Вот надо понять, что сейчас самое главное. Вот что сейчас, на что сейчас нужно напирать? Извиняюсь, напирать нужно, на мой взгляд, на то, что мы имеем перспективы устойчивого и независимого развития с предложением полного спектра прикладного программного обеспечения. Вот на это и нужно напирать. Не на безопасность, не на то, что это новое, не на то, что это, так сказать, вот лично у нас, а на то, что мы можем независимо ни от кого развивать эту платформу своими силами. Второе – это необходимо сформулировать и описать, чтобы было внятно и понятно всем органам, причем до того, как нам дадут это финансирование, разработку стратегии эволюции программного обеспечения. Вот в этой связке, что там написано, можно еще добавлять базы данных, которых у нас, к сожалению, нет, доверенных базы данных и так далее, и так далее. Это, кстати, тоже, на это именно и следует убирать. Следующее – это взаимодействие с госрегуляторами по вопросам применения. Здесь, мне кажется, мы существенно недорабатываем и опасаемся вот этого требования на отсутствие НДВ. А чего мы его опасаемся? Это как раз наш козырь, это наша главная часть, которую мы можем предвидеть и через которую мы можем и должны надавливать на необходимость применения именно нашей национальной программной платформы. Здесь не надо опасаться того, что это требует определенного уровня исследований. Я хочу сказать, что я раньше говорил, сейчас придерживаюсь, что, к сожалению, те уровни безопасности, которые сейчас достигнуты для Windows и для Linux практически почти одинаковы. И это плохо. Это плохо, потому что мы недорабатываем в Linux. В Linux гораздо больше возможностей по обеспечению безопасности, но они не реализованы. Следующее – обеспечение поддержкой сервиса. К сожалению, тут тоже у нас проблема, потому что сервис наш хуже, чем сервис того же самого Microsoft. Это объясняется разными причинами, в том числе и нашей определенной разобщенностью и тем, что специалисты по одному из типов льнутся плохо, ориентируются или не хотят работать с другим типом. Здесь нужна некая унификация обучения, а может быть и унификация интерфейсов. Следующее – если я раньше говорил, что проект нужно ориентировать на 20 лет, это было неправильно, нужно ориентировать на 50 лет. Это совершенно очевидно. И тот же самый опыт IBM, существующего 100 лет, показывает, что это нужно делать именно на такой период, а может быть даже больше. Ну и в заключении, вот то, что там написано, что надо доказывать, надо показывать. И вот здесь у нас самая большая, на мой взгляд, проруха. Потому что мы очень мало показываем, чем же все-таки наша программная платформа лучше, чем Microsoft. Ну хотя бы не хуже, что она дает те же самые возможности, что она дает такую же самую кейс-технологию проектирования прикладного программного обеспечения с применением современных баз данных. А все от этого прыгают и говорят, да нет, ну у вас старт, ну у вас слабенько. А почему слабенько это? А кто доказал, что слабенько? Вот отсутствие такой тестовой доказательной базы и приводит к тому, что госорганы начинают вертеться, говорят, да нет, ну все-таки там, наверное, лучше, там как-то гарантирование. А вот это как раз и неправильно. И вот для того, что, ну это, между прочим, очень сложно. Для этого нужны центры, для этого нужно объединение усилий. И вот к этому я всех и призываю. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр. Особенно спасибо, что уважились вовремя и за призыв хороший внизу. Мне тоже нравится, хватит клянчить у госорганов. Но все-таки, на мой взгляд, сотрудничать с ними надо. И сейчас, ну вот буквально на этой неделе, там была обсуждалась в Минсвязи, опять же, там дорожная карта и так далее. Там на самом деле есть много хорошего, особенно в части образования, подготовки кадров. И думаю, что если кадры будут готовиться с учетом open source, это для нас, для всех очень важно.